ГОСТЬ НА МОЁМ ТВ Это один из ведущих группов моей команды, Данил Карпов, Дан Лебедев, Дима Сидоров, капитан команды и Денис Накимов. А капитан команды по какому принципу у вас выбирался? Ну, он же давно у нас, ну, как сказать, ребята в основном выбрали его. А, вот так вот, то есть не выназначили? Ну, и что-то есть. Каково это быть капитаном команды? Надо было всеми следить, чтобы никто не балывался. Так, так, а что, есть прецеденты? Балуются, значит? Всегда балуются, там бывают разборки. Ага, а разборки по какому пулу? Ну, там толкнуть на поле, что-нибудь там молоко пилить с балкона. Молоко с балкона? Так, так. А Сергей Олегович знает про эти случаи, про молоко с балкона? Что-то нет, я скажу. Упс! Ой, немножко проболтались, да? Сергей Олегович, сегодня Всемирный день футбола. Для вас это праздник? Ну, конечно, все этим делом занимаюсь. У меня праздник. Уже сколько лет? Седьмой год с ребятами работаю. То есть они к вам со всеми малышами пришли, получается? Да, шестилетние. Сейчас мы по 12 лет. Вы сказали, что несмотря на то, что сегодня праздник, ребята сегодня участвовали в соревнованиях в первенстве по футболу и даже выиграли команду Нижневартовска. Да, у нас идет отборночный турнир в Западной Сибири по мини-футболу. Ну, и вот сейчас тур начался с 7-го числа, с 7-го декабря. Мы уже сыграли 4 игры, да, на территории. Сегодня мы играли с Нижневартовска. Выиграли 13-0. 13-0? Сегодня? Ну, Артак, я смотрю, у тебя уже прям челюсть отвезет 13-0. Это просто невероятно. А что, на самом деле слабая такая команда? Прямо в сухую, как говорится, да? Почему слабая? Просто мы сильные. Вы сильные. А ребята как считают? Почему удалось выиграть 13-0? Я понимаю, 2-2, 3-4, к примеру. Потому что друг друга понимали. Хорошо играли в пас, комбинации делали. Реализовывали момент. Ага, то есть вы не только молоко с балкона скидываете. Сегодня хорошее взаимодействие было. Самоотверженность. Просто удовольствие играть, да? Получили удовольствие. А у вас команда дружная? Не знаю. А где же? Да, дружная, мы вообще классные. Скромничаете. А в чем дружба у вас заключается? Вы, понятно, вместе тренируетесь, вместе футбол гоняете. А вот в свободное время где-нибудь собираетесь вместе? Где-то в школе вы встречаетесь? Еще куда-нибудь ходите? В кафе? Где вы собираетесь, быть может? Ну, кто где живет? Кто рядом живет, из команды гуляет вместе. А с девчонками? Тоже гуляли. Тоже гуляли. Да, молодцы, парни, не промах, да? Я хотела у вас спросить, как можно к вам попасть в команду? Если ребята уже занимаются 7 лет, можно ли попасть в команду? Ну, сейчас тяжело, конечно. Уровень подготовки уже определенный есть у ребят. Все равно в 6 лет какие-то навыки получили. И в технике, и в тактике они уже обучены. Ну, если ребенок, ребенок иногда приходит, мальчишки, да, записываться. Но 6 лет, мы 6 лет отстали, очень трудно попасть. То есть не догнать? Нет, ну, бывает. Вот пришли в том году у нас, там, Дима Белогузов пришел, Макуманов, Ислам, ну, ребята определенные, там, техника есть и очень характер. По характеру, если характер есть, на тренировках будет работать, будет результат. Они у вас все характерные? Да. Каждый с характером, со своим. Знаете, что хочу спросить? А вы себя, Сергей Олегович, не чувствуете в какой-то момент не тренером, а папой, который воспитывает? Они же все равно еще маленькие. Я и папа, и мама. Мы ездим на турниры, вот 16 турниров уже на выезде сыграли. Мы же живем в одной гостинице, в второй поезде. Трудно приходится? Ну, конечно. Родители помогают, он ездится на выезд. А в меры безопасности, сейчас в стране всякое. За детей отвечаешь все равно. Рассказывайте, как вы доводите своего тренера. Бывает такое? Бывает. Да? Что делаете? Плохо ведемся. Ага. А что делаете? Вот очень интересно, у нас Оля с Артаком тоже себя очень часто ведут плохо и балуются. Но мы молоко не бросаем. С балкона. Ну, рассказывайте, когда в последний раз, что нашкодили, что сделали? Мы же тоже были маленькими. Хочется узнать, вы нас переплюнули в этом деле или нет. Да, так они еще остались. Что-то вообще плохой вариант, наверное, размолчать. Мне уже страшно. Нет, мы не могут вспомнить, так-то нормально все. Пока нормально. Таких инцидентов нету, ни драк, ничего. Так что-то там шепчет уже, что-то шепчет. С чего у вас начинается день? Каждый день тренировки проходят у ребят? Нет. Летом только. Бываешь на сборах. Ну, это при определенной подготовке, если там турнир. Вот в этом году у нас были сборы, потому что мы участвовали в первенстве России в федеральном Уральском округе. На турнире был финал в Тюмени. Вот новый стадион у нас открыли, мы там принимали сколько? Восемь команд. И вот были сборы где-то 23 дня, каждый день занимались. И выиграли этот турнир. А ребята пропускают учебу? Бывает такое? Да. Мы ездим на выезд. В Царское село последний раз ездили. В октябре. Неделю пропустили. Нам не знают, если плохо учимся, но тренировки не посещаем. Ах, вот, да. Опереждают. Начало учебы, потом тренировки. И что, не все у вас хорошицы? Ну, нормально вроде бы, директора нас жалуются, но что школу. Ну, а вы сами, когда пропускаете школу, радуетесь? Да. Да? Я еще радуюсь. Кто не очень? Нет. А, ты учиться любишь? Нет, почему? Просто, ну, я ее люблю, чтобы двое клич, их не было. Да и потом исправляют, да? Потом, чтобы дворчиком не называли. Какой твой любимый предмет в школе? Физкультура, наверное? Математика. Математика, да. А у вас? География. Технологии. А технологии, что вы на технологии делаете? Деревяшки всякие. А, это деревяшки. Ну, тут труда. Мечи шьем. Труда. Карточки желтые. На самом деле, они такие разнохарактерные у вас, да? Я предлагаю сейчас показать несколько ваших фирменных приемчиков, потому что у нас Артак говорит, что я футболистом, я то могу, я это. Можно попросить себя футбольный мяч? Он, да, он говорит, что он я то, я это, да. Я хочу, ребят, чтобы вы посмотрели сразу же, что Артак футболист. Он немного сдутый. Вот, чтобы, да, вы понимали, какой он футболист, потому что он пришел с каким мячом. Давайте по очереди. По очереди. По очереди, да? С вас начнем? Понимаю. Молодой еще один. Давай, подходи к Артаку. Твоя задача... Давай, короче, подходи. Показать какой-нибудь приемчик с мячом, даже несмотря на то, что он сдут. Да, даже несмотря на то, что стоит перед тобой грозный мужчина. В общем, ты должен его сделать, и мы в тебя берем. А, Оля, смотри. У нас пол, да, у нас пол еще. Yes. Что ты ескаешь? Ты так не сможешь даже две минуты. Так, что это на... Как это? Что за прием? Это прием набивание. Подожди, давай, повернись на камеру, чтобы у тебя было видно. Так, давай, приемчик, что это что-то у нас сейчас скажет. Подожди еще раз. Еще раз давай, чтобы все прям... Так, Артак, запоминай. Оп, удержали мяч. Он налево повернул. Опа. Очень круто. Вот она, надежда российского футбола. Сейчас только не говори, что я надежда армянского футбола. Давай, Артак. Повтори. Как ты делаешь поры? Как ты делаешь поры? Да с кем не бывает? С ним точно не бывает такого. С отборной России было. С отборной России. Ты же так делал, да? Ой, Артак. Ой, мой. Ну, начало... Давай, двоя оценка Артаку. Что нужно ему... Жми, мне нравится. Где ему нужно как бы усилие стать? Может, какие упражнения ему нужно сделать? Да ну, друг, ну скажи, что нормально. Технику ему надо вырабатывать. Итак, твоя оценка Артаку 2, 3, 4 или 5. Я прохожу следующий тур, скажите. Итак, 4 очка заработал Артак. Следующий прием у нас показывает... Дима. Дима. Капитан команды. Иди на чем. Ну все, Артак. Ты видел, что я с ним сделал? Очень круто. Да блин, давай крутые приемы не будем делать. Ух ты. Вот это да. Видели, он покушался на меня. Мало места. У нас ковровое покрытие. Мяч сдутый. Несмотря на это... Еще и грозный армянин смотрит на тебя. Очень круто. Пробей волю. Не надо меня. Очень-очень круто. Все, да? Артак, ты запомнил? Да. Все, давай, повторяй. Ты наблюдаешь на чужой. На шее сейчас. Смотри, да, давай. О, нормальный мячик нам принесли. Блин, вот кто просил. Все, по картам. Есть иголка. Я же этого еще не делал. Ну, прощайте наши лампочки в студии. А, он там? Артак, Артак. Гол, прям в лунку. Гол, да. Это не гол. Мы же в лунку здесь забиваем. Давай, отдай мяч. А так ты не умеешь. Итак, твоя оценка Артаку. Два, три, четыре, или быть может пять. А что там, может шесть и семь. Друг, ну. Три. Три. Троечник Артак. Ну что, следующий приемчик. Давайте дольше. Покажите на что. На что показывает? Давай. А ты его все равно. Мне тюру покажи. Его все равно лучше. Давай, выходи. На чем он мяч? Итак, следующий. Что вы стесняли? Да, все, поняли. Превосходство. Преумущество. Оп, оп, оп. Ух ты. Ну, блин. А давай друг дружку. Держи, держи, держи. Сейчас будет хом-фуз. Держи, смотри, хом-фуз. А, как мы сыгрываемся? Здравствуйте. Продолжаем, да. Все, хватит. Твоя оценка Артаку? Пять. Пятежка. А, вот. Наконец-то беспристрастно. Да ладно, ты просто знаком так и скажи. Да, ты ему просто заплатил, так и скажи. Ну что, и последний у нас остался. Давай. Покажи ему, как надо играть в футбол. Команды. Тюмень 99. Оп. Опа. Оп. У нас операторы тоже играют в футбол, поэтому... Оценка. Оценку операторам тоже можно. Что, может сразу уже пятерочку поставим? Ладно, ладно, формальности, понимаю. Остался. Да? Ну, не стыдно. Даже не краснеет, смотри. Только что ты так лишился своей зарплаты за месяц. Да, да, да. А если бы был день поддержки, все было бы намного безопаснее. Все, такие безопасные. Артак. Опа, опа. А теперь же другая линия. Артак, сдавайся. Твоя оценка Артаку? Четыре. Четверка. Мне кажется, они просто тебя боятся. Ну, ладно, садись. Тебя все равно в эту команду не возьмут. Все, победитель может уйти. Сергей Викторович, сейчас вы к чему готовитесь? К каким соревнованиям? Вот, как я говорил, шестернер у нас идет. Завтра игрую и послезавтра. А, то есть сегодня часть тортика мне попить, иначе завтра тяжело будет им делать, да, завтра еще расширенная игра? Боже, почему нет? Еще маленький, чтобы полстеть. А вы собираетесь, поскольку сегодня Всемирный день в футбол, вы собираетесь командой чай пить, и быть может еще что-то? Или сегодня... Нет, у нас турнир идет, как бы, сегодня игры отыграли, отдыхать должны. Завтра опять у нас две игры, и послезавтра отдохнут, и все, и потом тренировки снова начнут. Ну, вы обещаете, что чай пить этот для ребят устроите? Да, я обещал в сауну их сводить. А, в сауну. На стадионе у нас новый стадион построили, там бассейн, сауна, хорошо отыграют, пицца, сауна, бассейн. Круто. Артака с собой возьмете? Возьмем, конечно. Вы же с ним сдружились. У нас все его не пустят в такие места ваши. Ребят, я с вами. Тренер, ну можно? Ну, выпустите три. И в завершение, мы, конечно, желаем вам удачи, и чтобы вы всяких вот таких вот дядек просто одной левой, ну, понятно, ногой уже, аж не рукой, мы просим рассказать, значит, Сергей Олегович, вы смотрите на камеру и говорите, я Сергей Бельский, тренер футбольного клуба Тюмень-99, и вы все вместе смотри мое ТВ, будь в сети. Запомнили? Попробуем? Да, вот, да, на эту камеру. Попробуем? Сергей Олегович, можно? Я Бельский Сергей Олегович, тренер футбольного клуба Тюмень-99. И вы, смотри мое ТВ. Смотри мое ТВ. Будь в сети, будь в сети. Мое ТВ. Мое ТВ. Ежедневно с шести до десяти вечера. Мое ТВ. Мое ТВ.